МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы от имени Стародубцева заявляете и скоро сторожение брака. Да. Со Стародубцевой Любовью Михайловной. Пожалуйста, поясните причины расторжения брака. Ваша честь, несколько месяцев назад я познакомилась с мужчиной. Ну, мужчина старомодный, да, но лирический. Подошел ко мне в парке, подарил цветы, красиво ухаживал, читал стихи Бальмонта. Я, можно сказать, вообще в жизни искала такого человека всегда. Потому что мне не нравятся современные вот хапуги или вот эти малолетки, мажоры, с которыми только, ну, вообще говорить не о чем. Можно говорить только о сексе, но зачем об этом говорить? Ну, правильно, я с вами согласна. А зачем говорить о сексе, когда им можно заниматься? Ну, у нас начались отношения, все хорошо, любовь, все замечательно. А потом выясняется, женат. Вот незадача. Женат, но женат он только, штамп у него, вот эта вот штука стоит в паспорте, так на самом деле он не женат, потому что два года он с супругой своей, он не проживает, потому что она его бросила, она ему изменила, нашла какого-то себе там шашлычника богатого, правильно, да? Не надо говорить. Нашла себе шашлычника, бросила мужа, он запил, конечно. Конечно, человек одинок, он, нет, на самом деле это не смешно, это горе, это горе. Да подождите, естественно, почему, конечно-то, запил, точка, конечно, точка, почему? Потому что одинокому мужчине тяжело, когда его, тем более, постоянно пилят, когда ему изменяют. Нет, подождите, либо его бросили, и он запил, конечно, либо его пилят, это разные вещи. Там все вместе, Ваша честь, на самом деле, все вместе. Ну, то есть что, бросили, а потом... Сначала запилила, потом бросила. Довела, ну, хватит. Дайте мне, пожалуйста, сказать, у вас будет место. Так, так. Так вот. Ну, и значит, мы с ним поговорим. А он, когда она ушла от него, изменила ему, он хороший, он робкий и добрый, он думает, ладно, обойдется, обойдется, жена вернется, все нормально, наладится, у них там супружеская жизнь, но нет, она не вернулась. А у них еще сын, вот сыночек, сынуля, и чтобы был там, ну, он говорит, он думает, чтобы у ребенка был и отец, и мать, не развивать семью. Думает, подожду, не вышло. А потом вот мы встретились, все у нас хорошо, все вроде... Ну, все хорошо, ну, что делать? Я говорю, Гоша, давай развод. Он нет. Ну, думали, ну, все-таки решился он на развод, но сам он не смог прийти. Поэтому вот мы решили эту штуку, вот эту... Доверенность. Доверенность, да, извините. Оформили эту доверенность, и я вот представляю его интересы. И я прошу вас, Ваша честь, развести его с этой женой. Ответчиком. С ответчицей, да. Потому что совместно они все равно не проживают. Получается, ни у них семьи, ни нам семьи. Я прошу расторгнуть их брак. Ага, скажите, пожалуйста, вы вот, если брак будет расторгнут, и вы предполагаете вступить в официальный брак, да? А где вы потом проживать собираетесь? Ну, у меня есть своя квартира. Ну, я не против переехать к своему будущему супругу. А почему нет, разве? А переехать куда? Ну, к нему в квартиру. А там у ответчик... Нет, он живет один. Она его бросила полностью, она живет со своим любовником, и все у них благополучно. Хватит говорить гадости. А скажите, пожалуйста, ну, я так думаю, я предполагаю, простите, ответчик, у вас квартира, она... Мужа. Мужа. Собственность, да. Собственность. То есть до брачной вашей квартиры, то есть до его брака. Да, да, да. Добрачная, да? Понятно. Так, то есть вы утверждаете, что поскольку муж-ответчик, и совместно с ней уже не проживает. Не проживает. Произошел фактический распад семьи. Они не ведут единого хозяйства домашнего. То есть быт у них тоже раздельно, все там, все. И не имеется единого семейного бюджета. Нет бюджета. И на этом основании вы просите от имени вашего доверителя расторгнуть брак. Так. Все верно. Пожалуйста, отвечу. Вам понятны исковые требования? Скажите, пожалуйста, вы на расторжение брака согласны? Ваша честь. Или вы возражаете против расторжения брака? Ваша честь. Я категорически против развода со своим мужем. Вот посмотрите, пожалуйста, эти фотографии. Вот этот человек, он может читать Бальмонта? Может. Почему? Нет. К сожалению, это хронический алкоголик. Он мой муж. Последние шесть лет он занят только тем, что ходит вокруг магазинов разных и собирает себе деньги на настойку бояршника. Подождите, подождите, отвечу. Нет. Подождите. Это он только с вами вот такой вот был. Со мной он... Подождите. У меня тогда к вам вопрос. Да. Вот вы мне начинаете показывать эти фотографии, нелицеприятные, я бы сказала. Говорите, утверждаете, что ваш супруг хронический алкоголик. А тогда почему вы возражаете против расторжения? Вы хотите сохранить семью с хроническим алкоголиком? Да, ваша честь. Я с ним прожила 17 лет. И все 17 лет я как могла боролась с этим тяжким недугом. Но сейчас-то он вам зачем? Сейчас он зачем? Я, во-первых, два года как ушла от него с сыном, потому что у меня уже не выдержали нервы и здоровье. Я вас спрашиваю, зачем он сейчас вам? Потому что я все равно, несмотря на то, что два года с ним не живу под одной крышей, я регулярно бывала у него, я покупала продукты. Да я вас спрашиваю, сейчас вы принесли спорченную. Я хочу, чтобы у сына был отец. И это мой муж. И я все равно его, несмотря на то, что два года не живу под одной крышей с ним, я его не вычеркнула из своей жизни. Да не вычеркивайте. Понимаете, ей нужна только квартира. Это вам только нужна квартира. У меня любовь к человеку, но вам этого не понять. Когда я отсутствовала два месяца ввиду болезни моей матери и уезжала из Москвы, потом приехало сердце у меня за мужа, все равно болит. И я вам уже сказала раньше, что я бывала у него по два, по три раза в месяц и привозила продукты. И если у него было тяжелое состояние, вызывала нарколога, который его откапывал. Да подождите. Сейчас я приезжаю, вижу эту девицу. Ответь. Он в тяжелейшем состоянии. Ответь. Астана Владимировна, пожалуйста. И мне соседи сказали, что да, она его взяла у магазина. И теперь не он ищет деньги на боярышник, а она приносит... Ответчик, можно я успею и задам вам вопрос? Извините меня, Ваша честь. Скажите, у меня есть два варианта. Да. Третий, вот два варианта есть. Хорошо. Вариант номер первый. Либо брак расторгнуть, второй вариант, предоставить вам срок для примирения на три месяца. Что в этой ситуации, которая сейчас сложилась, изменится за три месяца. Можете мне сказать? Ваша честь, мне дали другой адрес наркологической клиники, не в Москве. И мы хотим, мы поговорили с сыном. Я прошу пригласить свидетеля, моего сына Никиту. Мы с ним обсудили этот вопрос. Мы хотим сделать последнюю попытку вытянуть нашего отца, моего мужа и его отца из этой ямы. Не дать, чтобы он на наших глазах погибнул от нее. Она теперь его спаивает. Ей нужен или Мендельсон, или завещание на квартиру. Понимаете? И он, чтобы на наших глазах вот так вот погибнул, он мой муж. Ну и что, что мы не живем два года? Как-то странно. Вы знаете, вы так сказали, или, мне кажется, наоборот, Мендельсон и завещание на квартиру. Потому что завещание, как правило, ну, предполагает, наверное, первоначально Мендельсона. Ну, я не знаю, она хочет в любимой путями добыть эту квартиру. Это неправда. И она его спаивает. Ответчик, ответчик, ответчик. А то, что вы говорите, заставляет меня предположить, что вы любыми путями хотите сохранить эту квартиру. Я хочу сохранить живым своего мужа. Он отец моего сына. Если бы он был мне безразличен, я бы в течение этих двух лет, что не живу под одной крышей с ним, я бы не ездила к нему регулярно, не возила продукты, не вызывала скорую помощь. А сейчас, да, мне дали адрес, в клинике не в Москве, где лечились, ну, в общем, известные люди нашей России, и им помогли. И мы с сыном надеемся, что это наша последняя надежда, и ему помогут. Так, будьте добры, пожалуйста. А почему я не могу его помочь? Я тоже могу пойти с ним в эту клинику. Я все равно, он мне не безразличен. Ответчик, ответчик. Я его все равно люблю. Ответчик мне свидетельство о заключении брак, через судебного пристава передайте, пожалуйста. Фотографии тоже. Не надо мне фотографии. Ваша честь, вот этот ее сынуля угрожал меня вообще убить, между прочим. Я прошу, что это все ерунда. Не надо рассказывать. Это все похлеб. У меня есть свидетели. Похлеб, я бы сказала. Все? Ерунда. Пригласите, пожалуйста, моего сына, свидетеля. Да, вы заявили свидетеля. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетеля-ответчика, пройдите. Добрый день, ваша честь. Меня зовут Тарадубцев Никита Георгиевич. Хочу сказать, чтобы брак моей матери и отца сохранили. Потому что они любят друг друга, и они друг без друга буквально не могут жить. А что нужно вот этой аферистке? Не надо меня оскорблять. Ей нужна только квартира, ваша честь, и все. Зачем ей бороться? У нас не просто можешь это понять? Зачем ей бороться, залпаша? Ей он совершенно не нужен. И, кстати, Оксана. Хочу тебя познакомить. Оксана Владимировна. Хочу тебя познакомить с Ромкой, с наркоманом. И есть у нас в компании один дружок, наркоман конченный. У него отдельная квартира. А, пожалуйста, свидетель, ну, пожалуйста. Ну, простите, у меня просто эмоции. Пожалуйста, свидетель, простите, пожалуйста. Но дело в том, что ваша мама до того, как вы пришли в зал судебного заседания, не отрицала того обстоятельства, что она два года уже с вашим папой не проживает. Следовательно, произошел фактически распад семьи. Ваши родители не ведут единого домашнего хозяйства. У них нет единого семейного бюджета. Скажите мне, вот я должна вам поверить, что они так любят друг друга. Нет, ну, может быть, и любят, но это очень своеобразная любовь. Ваша честь, ну, она же заботится о нем. Она его постоянно прокапывает, накапивается. Ну, а что? Вот вы видели... Тогда у меня к вам... Скажите, вот эти фотографии, которые ваша мама держит, это вот после прокапывания на лавочке? Это до того, но буквально он с ней превращается в еще хуже человек. Он вообще превращается в нет. Что ты врешь? Свидетель. Истец, истец, истец. Как-то вы очень не по-доброму. Вот мне кажется, сейчас вы так как-то произнесли, вы как-то так эту фразу произнесли, что то, что вам читают то ли Бальмонта, то ли Бальмонта, у меня, знаете, начинает вызывать сомнения определенные. Свидетель. Я могу дать три месяца. Что изменится за три месяца? Ну, мы свозим его в клинику. И что? Мы сделаем с него человека. И что? Прямо вот все 17 лет ваша мама из него человека сделать не могла, а за три месяца вы это сделаете. Да, да, да. Мы это сделаем. А может быть, это последняя наша надежда? И мы с сыном решили вернуться к отцу и будем жить вместе. Что, шашлычника бросишь? Истец. Слушай, Мури... Оксана. Послушайте, ответчик. Оксана. Я тебе говорю. Ответчик, ответчик и свидетель. Ну, хорошо. Ну, вы, может быть, вы тогда переговорите с вашим отцом. Ну, пусть он оставит завещание в вашу пользу. Нам не главное завещание. Нам самое главное, чтобы он вот с этой аферисткой, она же все заберет в вашей части, чтобы он был жив. А я поэтому хорошо, хорошо, по-другому. А я ее познакомлю с Ромой. Вас никто не просит. Во-первых, а, давайте советы. Он будет ей хорошей парой. Вы слышите, что я вам говорю? Да, давай. Давать советы истцу. Вас никто не просит. Я просто говорю о том, что вот в позиции... Я не ставлю под сомнение ни любовь истца, я не ставлю под сомнение ни любовь вашей мамы. Просто то, что вот сейчас я наблюдаю, меня заставляет как бы... Ваша честь. Свидетель заставляет меня вам предложить, чтобы вы решили квартирный вопрос с вашим папой. Ваша честь, она решит этот квартирный вопрос. Он скоро загнется. Да нестец, а вы решите. С вами загнется. Они со мной. И все. Я прошу тебя, по-хорошему, остань от моего отца. Свидетель, свидетель, свидетель. Суд удаляет за принятие решения. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав представителя истца по доверенности, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетеля со стороны ответчика, рассмотрев представленные документы, слушание дела считает необходимым отложить и назначает супругам срок для примирения на три месяца. Суд откладывает слушание дела и предоставляет супругам срок для примирения на три месяца, поскольку ответчик на расторжение брака не согласен. Если супруги в течение трех месяцев не примирятся и супруг ответчика будет наставить на расторжение брака, то в соответствии с правилами части 2 статьи 22 Семейного кодекса Российской Федерации брак между супругами будет расторгнут. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Гоша, это прекрасный вариант для создания семьи. И я надеюсь, что за три месяца я сумею уговорить его развестись. Я вселюсь в квартиру к мужу, и духа этой прошпалки там не будет. Редактор субтитров А.Семкин